Я хочу поделиться тремя условиями для роста веры. Я думаю, многие из вас задавались вопросом примерно такого содержания. Ну, я уже исцеляю, я уже освобождаю демонов, я уже занимаюсь спасением людей. Ну, как это все умножить? Что можно сделать, чтобы это выросло? Ну, что-то подобное, да? Вы задавали Господу? Кто задавал подобные вопросы? Как это умножить? Как это увеличить? О, три человека только спрашивали, остальные у вас уже мертвые воскресают? И это очень справедливый вопрос. Мы хотим роста в вере. Это нормально, хотеть роста в вере. И я давно имел побуждение проповедовать на тему роста веры. И изучал Писание, когда я обнаружил, есть три важных условия. И давайте помолимся, чтобы это учение, оно помогло нам вырасти в вере, для того, чтобы большие чудеса начали происходить в нашем служении, в вашем служении. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы открыты для Твоего Слова, мы открыты для Твоего Духа, мы открыты для перемен. Наша молитва, измени наше мышление. Наша молитва о том, чтобы Ты научил нас, как верить. Чтобы Ты научил нас, как верить правильно. Наша молитва о том, чтобы Ты научил нас, как расти в вере и иметь победы во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте внимательны, я буду проповедовать очень коротко. Но я постараюсь изложить эти три условия. Итак, первое условие для роста веры. У кого из вас есть тетрадки, записывайте, потому что этот вопрос, который, может, вам сегодня не интересует вас, но завтра, когда вы будете стать перед человеком, кто не исцелился или не освободился, вы зададите Богу этот вопрос. Боже, как мне умножить мою веру? Мне явно не хватило чего-то. Итак, первое условие. Слово Господа. Вот так и запишите. Слово Господа. Условие для роста веры. Слово Господа. Я зачитаю место из Писания, на котором я сделал это заключение. Римлянам 10.17. Итак, вера приходит от услышанного слова. Слово о Христе. В Синодальном написано Слово Божьего. И многие люди, они просто воспринимают это как все слово. И все слово действительно полезно для назидания, для обучения, для наставления. Оно действительно полезно во всем. Но в вопросах веры, в греческом тексте, в Римлянах 10.17 написано, что вера приходит от услышанного слова о Христе. Это кое-что меняет. Это означает то, что если вам нужна вера, и вам нужен ее рост, и вам нужно основание для этого роста, то вам нужно насыщать себя словом о Христе. Друзья, возьмите Библию и смотрите все, что сказано о Христе, про Христа, все, что говорил Христос и делал Христос. И это заложит основание для веры. И говоря о росте веры, она не может расти ни на чем. Должен быть корень, должно быть основание. И когда мы говорим о росте веры, мы должны понимать, что должен быть рост знаний о Христе. Потому что знания, они дают основание для веры. Мои знания о Христе, мои знания Христа, мои знания про Христа дают мне фундамент и закладывают основание для моей веры. И если я хочу, чтобы вера на чем-то росла, я должен создать основание для ее роста. И это знания о Христе и про Христа. Это как семена, которые мы садим в землю, они приносят какой-то результат. Если мы хотим, чтобы семена выросли, и какие семена? О вере, если мы говорим, мы должны посеять семена веры. Это значит слово о Христе. Это относится и к свидетельствам о Христе. Поэтому запомните, если вы хотите, чтобы ваша вера постоянно прогрессировала и росла, вы должны постоянно насыщать себя словом о Христе, свидетельствами о Христе. То, что он учил, учениями Христа. И вы увидите, что ваша вера будет расти. Если вы внимательно изучите Римлянам 10 главу, вы увидите в контексте, там и имеется в виду слово Христа. Там ничего другого не имеется в виду. Там не была написана вся Библия. Там имелось в виду слово о Христе. Внимательно почитайте Римлянам 10 главу. Я, чтобы уже просто не отнимать время, сокращаю. Второе условие для роста веры. Это действие веры. Первое – это слово Господа. Второе условие для роста веры – это действие веры. Смотрите, Иакова 2.17. Я читаю. Так же и вера, если она не имеет дел, мертва сама по себе. Может, кто-то скажет, у тебя есть вера, а у меня есть дела. Покажи мне твою веру без дел. То есть не покажешь. А я покажу тебе мою веру в моих делах. Это интересное место. Вот еще раз я прочитаю, что он сказал. Может, кто-то скажет, у тебя есть вера, а у меня есть дела. Некоторые люди говорят, ну, это муж веры просто. Почему у тебя Джошуа получается? Ну, у него вера большая. Или почему у Валерии получается? А кто-то скажет, ну, у меня есть дела, я другим чем-то занимаюсь. Послушайте, он сказал, у тебя есть вера, а у меня есть дела, если кто-то скажет, покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе мою веру в делах моих. Ты веришь, что Бог един, и это хорошо, но и демоны верят и трепещут от страха. Желаешь ли ты знать, неразумный человек, что вера без дел бесполезна? Смотрите, если нет действия веры, нечему расти. Мы не даем семени вырасти. Вера без действий, она ничего не приносит. Первое условие – это слово Господа. У тебя должно быть основание, чтобы было что расти. Второе, чтобы это росло, оно должно действовать. Должно быть обязательно действие. Хайди Бейкер, она промолилась за, как минимум, за полдюжины людей, и ни одного чуда не увидела. Пока у меня первый человек слепой прозрел. Сейчас они уже не считают даже воскрешение мертвых. Уже спрашивают, сколько мертвых воскресло? Они, а, мы сбили с счету. То есть они уже не считают. Но ей потребовалось время, когда ее вера приводилась в действие, даже когда она не видела результатов. И я вас хочу ободрить. Если вы будете продолжать действовать в вере, то есть заставлять веру действовать, работать, то вы увидите результаты. Вера будет расти. Если вера будет в пассивном состоянии, она останется на том же уровне. Тот человек, который не молится за больных постоянно, он не дает своей вере расти постоянно. Я хочу, чтобы вы это услышали. Тот, кто постоянно не практикует свою веру, он постоянно не взращивает свою веру. Если вы хотите видеть рост, вера без дел написана бесполезно, мертва в синодальном написано, остается бездейственной, так написано в греческом. Это значит, что вера бездействия, она остается бездействием. Только когда она через тебя действует, только когда она работает, тогда она растет, тогда она производит то, для чего ты ее высвобождаешь. Всем понятно? Это урок для воскресной школы, для детей до 12 лет. Третье условие для роста веры. Это молитва веры. Это молитва веры. Смотрите, есть связь между тремя пунктами. Почему я сказал записывать, чтобы вы увидели связь? Чтобы у тебя вообще вера была основания, ее нужно откуда-то черпать. Из слова о Христе. Ну, если она в тебе есть, она ничего не произведет через тебя и никак не вырастет, пока она не будет действовать. Пока ты не будешь ходить за людей молиться, не будешь идти на улицы, не будешь на домашнюю группу приходить, не будешь возлагать руки на соседей, на больных, дома, на кошечек, на чего угодно. Делай все, чтобы вера действовала. И третье. В любом случае, когда ты будешь высвобождать свою веру, ты будешь молиться за людей. Но это должно быть не просто молитва, а молитва веры. Это очень важно. Для роста веры нужна не просто молитва, а молитва веры именно. Я сейчас вам кое-что расскажу по этому поводу. Вы помните историю про учеников, которые не смогли изгнать демона? И вот Иисус сказал им причину. Причина была в недостатке их веры. Помните, да? Ну, Иисус ответил им, потому что у вас, это Матфея 17,20, мало веры. И в греческом написано, недостаточно. Как бы было, не хватило. Теперь, обратите внимание, Он не оставил их без ответа, Он им показал важность молитвы. Ниже Он им сказал, 21 стих, этот же вид демонов изгоняется только молитвой и постом. И многие люди, они не поняли до конца слова Иисуса. Они восприняли, что это только, речь идет просто о молитве. Это не просто о молитве, потому что, я сейчас зачитаю стих, который был до этого, Иисус говорил о молитве веры. То есть, не просто ты молишься плотской молитвой, душевной молитвой, и твоя вера будет расти. Никогда она не вырастет. Смотрите, что Иисус сказал перед этим. Это 21 стих, Он сказал, является только молитвой и пост, чтобы знать этот вид демонов. Теперь 20 стих. Когда ученики сказали, почему не могли изгнать, Он сказал, по маловерию вашему. И Иисус ответил, потому что у вас мало веры. И говори вам истину. Теперь слушайте внимательно. Здесь связь между тремя этими стихами есть. Говори вам истину. Если бы ваша вера была величиной, хоть с горчичное зерно, то вы могли бы этой горе сказать, передвинься отсюда сюда, и она бы передвинулась, и для вас ничего не было невозможного. Горе нужно говорить, и нужно говорить с верой. Смотрите, проследите слова Иисуса. Они говорят, мы не могли знать, почему. У вас недостаточно было веры. Говорят, если бы вы с верой сказали горе, она бы сдвинулась. Этот вид демонов изгоняется молитвой и постом. Иисус говорил не просто о молитве. Многие молятся душевными молитвами, и поэтому на этой молитве нет результатов. Когда перед вами больной, если вы помолитесь душевной молитвой, он не исцелится. Смотрите, что об этом сказал Иаков. Будьте внимательны. «Если кто из вас болен», Иаков 5,14, «пусть позвез трещин в церкви, чтобы те помолились над ним и помазали бы его маслом во имя Господа. И молитва с верой исцелит больного». Господь поднимет его. Молитва с верой поднимает больного, а не душевная молитва. Если проблема возникла, как гора, что же сказал Иисус? Надо горе приказать как? С верой. Послушайте, это простые вещи, о которых я говорю. Это вещи для воскресной школы. Но многие взрослые пренебрегают этим. Есть три условия для роста веры. И нам не нужно ходить вокруг земли, искать суперконференции веры, читать много книг о вере. Запомните эти три правила. Если вы их будете использовать, ваша вера будет расти. Какие эти три правила? Слово о Христе, Слово Христа, действие веры и молитва веры. Не просто молитва. Молитва веры. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово, оно очень простое, оно очень практичное, и оно дает нам ответ, оно дает нам выход. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть хороший пример. Это Иисус Христос. Всякое Его действие, всякое Его Слово, всякий пример, какой Он нам поставил в Писании, для нас это хорошее основание для того, как нам действовать. Мы благодарим Тебя за то, что читая историю об Иисусе, изучая Его слова, изучая Его притчи, изучая Его, мы понимаем, кто Он. Мы понимаем Его сердце, и мы начинаем понимать, какими должны быть мы. Господи, мы просим Тебя, открой наш разум, наше сердце для понимания Слово об Иисусе, для понимания всего того, что Иисус говорил и учил. Боже, мы просим, открой нас для того, чтобы мы заложили прочное, серьезное основание для нашей веры. И мы благодарим Тебя за то, что всякий раз, когда мы слышим слова о Христе, слова Христа, свидетельство Христа, наша вера растет во имя Иисуса. Мы также благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас, чтобы были действия. Господь, я молюсь о себе и молюсь о моих братьях и сестрах, чтобы Ты, Бог Всемогущий, дал нам смелость, дал нам дерзновение проявлять веру, не бояться ошибиться, не бояться рисковать, но проявлять веру везде, во всяком месте. Мы просим Тебя, дай нам эту смелость, дай нам эту смелость, несмотря на результаты, проявлять и проявлять нашу веру, чтобы наша вера действовала. И мы также благодарим Тебя за то, что Ты научил нас через примеры в Слове Твоем, что нам нужно молиться с верой, нам нужно молиться не душевными молитвами, но молиться с верой. Господи, пусть каждый из нас молится, ожидая ответ, запрещает, ожидая ответ, изгоняет, ожидая ответ, воскрешает, ожидая ответ. Научи нас молиться с верой. Боже, отучи нас от душевных молитв, отучи нас от просто экспериментов, от попыток кого-то исцелить. Отучи нас, Господь, от душевного, но чтобы, как Иисус сказал, что вера должна быть маленькое зерно. Но если человек прикажет и не усомнится в горе, эта гора сдвинется. Господи, мы хотим так молиться, потому что у нас вера больше, чем горчичное зерно. Знаете, если вы считаете, что у вас вера меньше, чем горчичное зерно, у вас проблемы. Иисус специально уже применил самое маленькое уже семя, чтобы уже никто не мог сказать, что у них меньше вера. Он уже, знаете, Иисус, знаете, на ихнем языке уже говорил. Ребят, вот даже если такая вера, то если вы скажете, не усомнившись, это произойдет. Они уже не могли сказать, нет, у меня еще меньше вера. Все, Он им самое маленькое семя назвал, которое там существовало. Знаете, у нас вера больше, чем горчичное зерно. Вот просто нам нужно говорить не сомневаясь. Нам просто нужно молиться, не душевно, а молиться, ожидая результат. Он сказал, если скажете, и не усомните, что она сдвинется, она сдвинется. Я вас благословляю, чтобы вы применили это учение, применили этих простых пунктов. Кто запомнил их? Слово Господа. Действия веры. И молитва веры. И многие люди, они говорят, ну я делаю и не вижу. Вот я вот пытался, там молился, но редко вижу. Вот послушайте, вот если вы делаете, вы заставляете веру расти. Помолился, нету результата. Помолился, нету. Но если ты продолжаешь делать действия веры, твоя вера растет, и она поднимается до определенного уровня. Когда ты хлоп, ага, видишь уже, каждый сотый исцеляется. Оп, каждый пятьдесятый. Оп, каждый десятый. Каждый десятый. Каждый первый. Заставляй веру работать, иначе она не принесет никакого результата. Хорошо. Будьте благословенны. Слава Господу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.